ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 общался, говорили так. «Я все равно буду на небесах, потому что соблюдаю золотое правило». И это правда. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобою». Во-первых, никто никогда не соблюдал золотое право. Безукоризненно. Им так легко пренебречь. Это ловушка. Возлюбленные. Закон Господа совершен. Закон Господа совершен. С помощью закона Бога напоминает нам, как мы грешны. Вы можете сказать это со мною? Закон Господа совершен. Заповеди показывают нам, как отчаянно мы нуждаемся, чтобы совершенный Спаситель спас нас, потому что мы не можем сами спасти себя. Только Спаситель безукоризненно исполнял весь закон 33 года. Возлюбленные. Задача закона – велеть нам обратиться к Иисусу за прощением. Задача нашего закона – обратить нас к Богу за спасением, потому что мы этого сделать не можем. Обратиться к Богу за милостью и благодатью. Обратиться к Богу за подлинной праведностью, то есть правильным отношением с Ним. Закон должен отправлять нас бежать ко Христу. Поэтому люди не хотят видеть десяти заповедей в общественных местах. Если люди увидят их, они осознают, что они грешники и нуждаются в Испасителе. Они побегут ко Христу, а они этого не хотят. В третьей главе римлянам Павел предвидит возражение товарищей иудеев. Из Павла вышел бы потрясающий юрист. Предвидя их возражение, он пишет, «В чем преимущество быть иудеем? Какая польза от обрезания?» Это не пустое возражение тех, кто противостоял Павлу. Послушайте внимательно. Сегодня мы бы задали этот вопрос так. Какая польза от возрастания в церкви? Какая польза от посещения церкви? Какая польза от крещения младенцев? Или принятие причастия, если они не нужны для спасения? И это серьезные вопросы, очень актуальные. Знание Ветхого Завета давало иудею огромное преимущество. Смотрите, как Павлу пришлось объяснять сначала Ветхий Завет, затем Новый Завет и то, как в Новом Завете исполнился Ветхий. Иудеям это можно не объяснять. Точно так же в христианском обществе ребенок, растущий в христианской семье, это огромное преимущество. Это великолепное преимущество. Зная Ветхий Завет иудей, мог узнать характер Бога и любовь Бога. Справедливость Бога и самое главное, обетование Бога о пришествии Мессии. Все это есть в Библии. Язычник ничего этого не знал и начинал с нуля. К сожалению, иудеи сильно сфокусировались на своих привилегиях и уделяли мало внимания своей ответственности. Именно этим занялся Павел. Он напомнил иудеям об их личной ответственности. Сегодня это происходит в церквях по всему миру. Однако никому не удастся снять с себя личную ответственность за необходимость знать, верить и повиноваться истине Евангелия. Послушайте меня. Мы благодарны за воспитание в христианских семьях. Мы благодарны за церкви, которой верят Библии. Мы благодарны за крещение и причастие. Все это напоминает нам снова и снова, что мы спасаемся только по благодати и только через веру. Ничто из этого никогда не заменит и не упразднит абсолютную необходимость в ответственности каждого человека, когда те предстанут перед святым Богом в Великий День. Каждый человек, каждый, кто сидит здесь, или наших зрителей, каждый предстанет перед Богом на небесах. Ложное чувство этой безопасности, личная ответственность и третье – подотчетность. Смотрите третью главу Римлянам с 9 по 18 стихи. И вот в чем проблема. Чувство вины тихо разрушает миллионы жизней. Чувство вины ведет людей к различным зависимостям. Чувство вины повергает людей в отчаяние, а порой и в безумие. Чувство вины ведет все больше молодых людей к суициду, возлюбленные. Мы можем сколько угодно играть в философские поиски виновных, но в конечном итоге никто, никто не убежит от внутреннего чувства вины. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Вы можете смотреть, как люди веселятся на вечеринках, они выглядят очень счастливыми, но, уверяю вас, когда огни гаснут, они остаются одни. Их мучает чувство вины. Чувство вины, как мы слышали в прошлом послании, мучает их от того, что закон Бога написан в сердце его творения. Об этом говорит Библия. Я видел это на практике. Чем больше в обществе появляется сложных психологических служб, тем больше общество мучимо чувством вины. Вы знакомы с такой душераздирающей ситуацией, когда люди хотят избавиться от чувства вины, но не знают как? Для меня это как ночной кошмар. Ужасный ночной кошмар. Чем больше они ищут человеческих решений, тем глубже тонут в отчаянии возлюбленные. Истина такова чувство вины. Это лишь симптом проблемы. Сама проблема — это грех. Но люди готовы назвать его как угодно, только не так, как надо. Но это правда. Грех как болезнь. Дорогие друзья, никакое светское консультирование в этом мире не избавит вас от чувства вины. В лучшем случае, такие консультации принесут временное облегчение. Но в долгосрочной перспективе поиски виновных лишь усиливают чувство вины. Вы спросите, почему? Потому что это прибавляет ко греху нечестие. А грех — первопричина чувства вины. Факт. Все мы, включая вашего пастора, страдали от этой страшной боли чувства вины. Мы переживали ее в прошлом. Все мы, те, кто пережил радость прощения Господом и Иисусом Христом, можем рассказать, пока проблема греха не решена. Избавиться от чувства вины навсегда просто невозможно. Запомните, невозможно. Поэтому слово «евангелие» переводится как «хорошая новость». Мы стоим на нем, но не делимся им. Это хорошая новость. Хорошая новость в том, что не только грех, но и чувство вины, порожденное грехом, можно омыть кровью Господа Иисуса Христа. И здесь вам нужно сказать «Аминь». Барнхаус, прекрасный проповедник из Пенсильвании, много лет говорил следующее. Наше общество похоже на маленького мальчика, который со слезами клянется, что даже рядом не стоял с банкой варенья. С видом невероятной невинности он настаивает на своей честности, совершенно не обращая на то, что на его рубашке, подбородке и на пальцах то самое варенье. Именно об этом говорит апостол Павел. Он знает о готовности человека отрицать грех и попытках разобраться с чувством вины своими способами, как и об отказе отвечать за свои действия. Он пишет, что отрицать можно сколько угодно, но это не освободит вас от ответственности. Открою послание к римлянам 3 главу с 10 стиха по 18. Здесь Павел говорит о доказательствах. Доказательствах, предоставленных на небесном суде, доказательствах, которые говорят, неважно, что люди отрицают свою ответственность, они все равно виновны, все моралисты. Иудеи и все язычники увидят 13 видов обвинительного заключения. Откройте со мной 10 стих, пожалуйста. Прочитаем. Нет праведного ни одного. Он говорит об этом шесть раз. Нет праведного ни одного. Скажите это вместе со мной. Давайте произнесем это с чувством ответственности. Нет праведного ни одного. Это 13 пунктов обвинения. Их можно разделить на три категории. С 10 по 12 стих обвинения против нашего характера. С 13 по 14 стих это обвинения против нашей речи, наших слов. 15 и 16 стихи обвинения против нашего поведения. Вердикт таков. Человек, не искупленный кровью Иисуса Христа на кресте, не имеет защиты. Он виновен. Я хочу сделать заявление. Надеюсь, что вы его хорошенько запомните. И это будет мое финальное заявление. Вы должны понять, что мы не спасаемся послушанием Христу. Мы послушны Христу, потому что мы спасены. Я хочу, чтобы вы сказали это теперь вместе со мной. Мы не спасаемся послушанием Христу. Мы послушны Христу, потому что спасены. Вы хотите воздать Богу славу? Поднимитесь, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok и Григорьев.